22 июня 41 года, когда гитлерская Германия напала на нашу страну, Виктору Михайлову исполнилось 17 лет. В тот солнечный день, помеченный черной меткой, он забыл и о дне рождения, и о предстоящем выпускном вечере. Уже на следующий день Михайлов был в военкомате и просился на фронт. Ему отказали. Как несовершеннолетнему, но чуваши народ упорный. Виктор пришел снова, но уже с наградами. Готов к труду и обороне, готов к химической и санитарной обороне. Ворошиловский стрелок. В конце концов, военком сдался, Михайлов оказался в лыжном батальоне под Москвой. По тыла врага посылали, лыжники же. Вот связи лишить противнику, его тылу, под Москву идем. Выполнили задачу, вернулись, немножко отдыхаем, спим. И денек, даже или два, дадут готовиться к следующему. А иной раз, в ночь переночевали, говорят, поедет на новую задачу. 15 января 41-го молодой солдат получил первое ранение. Пуля попала в поясницу. Если бы не друзья Гафуров и Палисанов, которые погрузили его на волокуши и повезли в Санбат, лежал бы он вечно в подмосковной земле. Но начался рассвет и не спал фашистский пулеметчик. Друзей Михайлова убили, а его самого ранили вторично. Меня в тылу врага ранил поясницу. Ну, касательные. Кровь течет. Раны не успели зажить, а Михайлов снова рвался в бой. Он стал командиром медсанроты. Во время боев не спал по пять суток, эвакуируя раненых. К лету 43-го обстановка на фронтах ухудшилась. Немцы рвались к Волге. И Кавказу бойцов не хватало. После короткого курса в военном училище Михайлова назначили командующим 45-мм противотанковым орудием на Северокавказском фронте. И хотя жизнь командира могла длиться всего полтора боя, Виктор воевал храбро и дерзко. За оборону Кавказа и освобождение Тамани его наградили двумя орденами Красной Звезды. Фортуна отвернулась от него в 44-м во время освобождения Украины. 14 января Виктор Михайлов получил еще одно ранение. 19-летнего юношу признали негодным к строевой службе. Но он показал себя истинным сыном родины. Военное дело не бросил. И встретил победу замполитом танковой бригады в Берлине. После войны Виктор Михайлов служил в ракетных войсках стратегического назначения. Позже стал начальником Рижского высшего военного политического училища имени маршала Березова. Курсанты уважали и любили его. По сыновь ему называли батя. И даже сейчас, в 92 года, Викторе Михайловиче чувствуется военная выправка и сильный дух. Виктор Михайлович – это уникальный человек. Это легенда и знамя боевое нашего ветеранского движения. Это безотказный человек. Лет 15 назад, когда он и организация у нас образовалась, вступил в нашу организацию, первым делом был вопрос – а когда мы пойдем к молодежи? Виктор Михайлов действительно уникальный человек. Не щадя себя, он доблестно защитил нашу родину, дослужился до звания генерал-майора ракетных войск, а теперь воспитывает будущих защитников. Кстати, Михайлов – единственный из адмиралов и генералов России, который имеет внуков-тройняшек – Ванюшу, Илюшу и Настеньку. Это и есть главная награда в жизни. Признается победитель. Дарья Киреева, Леонид Бурдин, телекомпания Одинцова.